Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какие законы? Ну какие законы? В шопинг с головой! Где выгоднее отовариваться? На дешевом базаре или в модном бутике? И есть ли разница в качестве? Как отличить настоящий бренд, либо подделка? Ну делать до такой степени качественно сейчас, что отличить невозможно Кто совершил похушение на известного актера Алексея Панина? В Украине стартовал сезон пикников Вот только до сентября официально запретили в лесах и парках жечь костры Если вы не в курсе, то будьте в курсе Штраф, если вы вдруг решились это сделать От 34 до 102 гривен Ну в зависимости, видимо, от размеров костра А не официально Это где-то около 100 долларов Чем вылился запрет на костры И какая мафиозная деятельность Развернулась вокруг мангального бизнеса Выяснил американец Рики Я узнать о самой любимой развлечении в Украине Весна и лето Весь пипл выбираться в лес или парк И делать шашлык Пришли, шашлычки жарили и отдохнули как положено Но я также знать, что в Украине есть закон Который запрещает жечь костер в неположенное место Шашлык можно делать в специально обустроенный плейс Или брать в лес собственный мангал Свежие следы преступлений Здесь жечь костер в неположенное место Они же могут здесь жечь весь парк В прошлый год в Украине случится 60,5 тысяч лесных пожар И в 98% случаев лес горит, потому что люди Жечь костер в неположенное место Здесь был пожар Это все, что осталось от огромного дерева Если жечь огонь в американский лес То можно заплатить огромный штраф Или сесть в тюрьму По этому пиплу Делать барбекю в свой загородный дом Или в спешл место В украинский лес и парк Тоже есть приспособленное место с мангал Но я узнаю, что за этот мангал идет жестокая борьба А здесь нужно заранее приходить? Да А намного заранее? Ну, мы были в 6 часов утра Нам сказать, что вы прийти заранее, чтобы занять место на мангал Пол второго Пол второго ночь? Да Как вы думали? Вы здесь прийти пол второго ночь? Ну, не я, а зять Перед вами еще сидеть здесь зять? Зять сидел А ты его подменила Он меня отправлял, чтобы я утром рано встала И здесь заняла место А я сказала, что меня там пристрелят Или по голове даже Могут пристрелить? А что вы думаете? Я думаю, бомжей мало Девушка, которая сидит рядом Рассказать мне, что из общественной мангал Уже успеть сделать бизнес Есть люди Которые приходить занимать мангал еще в ночь А потом продавать это место Здесь на один метр 10 человек Которые знают, кому платить Это же не просто так Дал деньги и занял место Надо заплатить вот там Понял? Милиция надо заплатить А что ты думал? Вот так сел, занял и все? Здесь все схвачено Своя мафия Мафия своя О май гад! Украинские люди так любят шашлык Что рисковать жизнь, чтобы занять мангал Но не все люди такой законопослушны Когда пойти вглубь парк То увидеть рейл-пожар О май гад! Он же подбирается к дереву Где же горит трава? Оу, щит! Кто же так бросает костер? Рыки так и так Не оставить И спасти лес от фаер Вода! Рыки, спасать лес О май гад! О май гад! О май гад! Один лес Я не позволять умирать лес Я буду бороться с незаконопослушными граждан Вот очень подозрительный пипл с бревном Это вы строить что-то будете? А куда вынести бревна? Утилизируем старые Старые бревна утилизируем Мы будем их измельчать А потом так рассыпать А можно увидеть, как вы это будете делать? Нет А это секретное? Конечно Вы в специальное место идете? Специальное место засекречены Я проследить за эти люди Куда они нести бревно? О ноу! А не подкидывать свое бревно в костер Который гореть в запрещенное место Вы знаете, что нельзя в это место жечь костер? А где написано? Откуда вы знаете? А вы не знаете про закон? Я не знаю Но заторите знать, что вы нарушать закон Вы не боятся закон, милиция, штраф Чего вы не боятся, почему вы иметь право Мы вообще не думаем про закон Как вы не думаете про закон? Так какие законы? Ну послушайте, вы нормально вообще? Какие законы? Ну какие законы? Да их везде, всюду, везде Сами депутаты нарушают То есть вы, потому что депутат нарушает закон И вы нарушаете? Ну, да Есть с кого брать пример Но вы не заливайте костер Мы зальем Давайте вы подойдете через два часа Мы все равно сейчас немножко сделаем шашлычков Мы зальем все Отдохнем и пойдем Рихи добрый и решит позволить этот пипл съесть шашлык Но обязательно прийти проверить через два часа Чтобы не быть костер А пока искать других нарушителей Оказаться, что их здесь много Простите, это вы сжечь этот костер? О, он прятаться, значит, это вы Тук-тук Я так долго бегать за этот мужчина, что даже устать Поэтому я решит действовать Может, тогда он начать говорить со мной Вы не против, если мы затушите этот костер? Простите? Я его по час распаливал А, вы его распаливаете? Да Отлично Вы понимаете, что нельзя сжечь в этом месте костер? Почему нельзя? Вы не знаете, почему? Я рассказать вам почему Потому что закон Украина запрещает Жечь костер на расстоянии 15 метров от дерева Мы заливать ваш костер Спасибо Окей Рихи продолжать охота за нарушителей Но с такой глобальный проблем я так просто не справится Пора менять оружие И идти на охота Но сначала я зайти к старой друзьям Два часа уже пройти Я проверить, затушительный костер или нет Как ваши дела? А костер? Это весь костер, который остается? Успеть Я ощутить гордость Эти пипл теперь брать пример с Рики А не с депутат Но я понять Чем глубже в лес, тем больше костер Вы это видите? Вы же понимаете, что рядом с деревом Нельзя жить Вы не понимаете? Нельзя О май гад Вы что? О! Вы что? Вы что? Вы что? Украина Удивительный страна Здесь все знают закон Но не выполнять и не контролировать выполнение закон Зато все знают, кому платить, чтобы закон их не трогать Учитывая, как в Украине все выполняют закон В лес на каждое дерево должен дышать огнетушитель И как они раньше без меня тут жить? Далее в пираньях Шоппинг с головой Где выгоднее отовариваться? На дешевом базаре или в модном бутике? И есть ли разница в качестве? Как отличить настоящий бренд, либо подделка? Делать до такой степени, качественно сейчас, что отличить не возможно Кто совершил покушение на известного актера Алексея Панина? Я был в Одессе, заехал на рынок седьмой километр и купил себе эту шляпу По настоятельной рекомендации нашей редакции Кстати, в Киеве в магазине я увидел точно такую же, но тут она уже стоила в три раза дороже Как дурят народ магазины одежды и чем отличаются их брендовые вещи от базарного ширпотреба? Смотрите немедленно! Модное расследование прямо с главного рынка Украины Одесского рынка седьмой километр Давай, Катя, шопингуй! Напередодні літа багато в кого з'являється гостра потреба оновити гардероб Магазини вже заманюють новими колекціями Але вони дорогуваті, до найближчого розпродажу ще далеко І головне, купуючи брендовий одяг у бутику, ви впевнені, що це не підробка? У моих руках ви бачите дві абсолютно ідентичні сухні Одна з них коштує 2500 гривень, а інша 720 Правда, цікаво, чому? До речі, цю сухню я придбала не на розпродажі Це Надія, сьогодні вона стиліст Свою кар'єру починала торгуючи на ринку типу брендовими речами Продавала за помірні ціни такі модні нині підробки Підлан Він, Дольче Габана, Гучі Їй добре знайомі історії, як дурять людей на брендах У мене була історія, коли дівочка приходила, покупала вещь за 250 гривень в платі І продавала в італьянському бутіку за 5 тисяч А хто це? Дівочка-покупальниця? Дівочка-покупальниця, прийшла і сказала, які хороші модельки І підійдуть для смішування в мій магазин для Італиї Там сокрутка, а тут без, тому що там гораздо дороже В магазинах гораздо дороже аренда Ну, звісно, відвічається, але коли ти заходиш в магазин і все смішано, тебе, мабуть, тяжело определити Взагалі, зі слів фахівців, сьогодні відшукати брендову одежу в наших бутіках практично нереально Дольче з Габаною, скоріш за все, схоплять нервовий зрив, коли дізнається, що створили цей китайський шик Так само, як і в наймоднішому місті країни, Одесі, днем з вогнем не розшукаєш справжні бренди в інших куточках України Ті, хто можуть дозволити ці дорогі речі, вони їздять за границей Ті магазини, які у нас, у нас представлені дуже старі колекції Як відвічати настоящий бренд, або підділка? Мені, це невозможно відвічати практично Так? Делати до такої степені, качественно, що відвічати невозможно Змирившись із думкою, ми носимо підробки, я вийшла пошукати місця, де їх можна придбати по більшу вигідному тарифу Доступному середністатистичному українців із зарплатнею в три тисячі гривень Ви неодмінно будете шоковані моєю знахідкою Щоб проаналізувати ринок популярних мині-бейків, я відправилась до одеських бутіків Аналогічні заклади є у кожному українському місті Найдешевша сукня, яку мені далося відшукати у бутіку, коштує 750 гривень Всі інші набирають нулів у тисячі Погодьтесь, шкода давати за такий обрізок тканини 1560 гривень І тут я згадала, де ми робили шопінг, коли не було бутіків Для порівняння цін відвідаємо ринок сьомий кілометр Одного з найбільших торгових ринків країни Аналогічні якому є у Харкові, Барабашова, у Хмельницькому, Чернівцях та Києві Троєщина Взагалі, останнім часом бутіки практично витіснили з ринку збуту звичайні базари Та чи варто нехтувати цим менш комфортним та непрестижним різновидом шопінгу? Вже за перші хвилини блукань торговими рядами я була вражена Ціни на товари аналогічні тим, що з бутіків уменшив кілька разів Дивіться самі! Цю сукню я приміряла у магазині із цінником 750 гривень Дивлюсь таку саму на ринку і не вірю своїм очам, бо вона коштує 300 Тобто дешевша у 2,5 рази Так само було і з цими сукнями В бутіку їй склали ціну 2500 гривень А на ринку аналогічне платічко віддають за 720 Так само за 400 гривень на ринку можна придбати джинси Вартість, на якій в магазини зростає від 800 гривень А футболки взагалі віддають за 150 Я можу з легкостю сказати, що магазини роблять навіть не 100% накрутку і не 200% Як ми звернули, що є велика накрутка, хоча все знаходиться в одному місті На 7 кілометр вигодніше приїхати і будуть В Ірані до останнього не хотіли поплюжити репутацію бутіків Вже у Києві я звернулася до професійного стиліста Можливо ці однакові, але суттєво відмінні в ціні сукні Різняться між собою хоча б якістю Оба ці платья є некачественним продуктом Це видно по ткані, це видно по швам, це видно по фурнітурі Шви виповнені крайне неосторожні, акуратно Таке качіство неприємливе, як ви бачите Дуже дешова поділка Як ви бачите, бренд доволі звісний Звісно, производитель к цим платьям не має ніякого відношення Після нашого аналізу я зрозуміла, щоб дешево та гарно принарядитись Зовсім не обов'язково очікувати на розпродаж Взагалі, влітку відвідувати ритки корисне не тільки для вашого гаманця, але й для здоров'я Адже шопинг відбувається на свіжому повітрі Кисень активніше циркулює плідинами мозку І вибір штверезо, робити вибір, потрібна вам ця річ Чи може не? Звісно, я хочу обратиться прежде всього к мужчинам Крепитесь, друзі Анжелина Джоли в мене дженственности і сексуальності Отрезала себе обе груди Вот видите, на правду Причем сделала це добровольно Це не шутка і не нервний срив многодетній звізді Дело в тому, що совсем недавно Врачи Анжелины выяснили, що у неї є високий риск розвития рака груди А в 2007 році мать актриси Маршлин Бертран Умерла именно от цього страшного недуга І як вияснилось, це наследственно Тому Джоли решилась на такий кардинальний шаг НО, тепер хороші новости Не думайте, що губи – це єдинственна оставшася Випуклость у Анжелины Актриса заменила обе груди на качественные, красивые имплантанты І вже в скором времени во всей своей красе Возобновить съемки в кино, щоб радувати глаз Ну, в смысле, оба глаза Под Киевом совершено покушение на известного актера Алексея Панина Вам он известен по сериалам «Кадеты», «Солдаты», «Таежный роман», А так же фильмам «ДМБ» і «Самый лучший фильм» Кому і зачем понадобилось нападати і отнимати жизнь у известного актера? Пираньи быстрее, чем милиция, среагировали на это происшествие Смотрите результаты нашего расследования Ну, а мы с вами встретимся уже завтра Пока! Настоящий скандал! В пригороде Киева на одной из заправочных станций Пираньи стали свидетелями криминала! Средь бела дня неизвестный голыми руками задушил Популярного российского актера Алексея Панина! Как пираньи оказались на месте жестокого преступления? За что артисты лишили жизни? И кто виновник этого страшного деяния? У меня был обычный съемочный день Мы ездили по городу и собирали материал для очередного сюжета Но нам пришлось сделать непредвиденную остановку Бензин заканчивается, заправочку заехать Да? Ну давай Не успел я переступить порог магазина, как вдруг! Слушайте, так он же умирает, срочно скорую! На моих глазах неизвестный спутник Панина схватил актера за горло и начал его душить! Девушка, там человека убивают Надо срочно-срочно вызвать милицию Все произошло в считанные секунды Никто даже не успел ничего сделать, чтобы спасти Алексея А теперь выдыхайте Все поклонники скандального Панина Пираньи всего-навсего стали свидетелями съемок Очередного фильма с участием известного актера Уже через секунду после своего шокирующего удушения Панин, как ни в чем не бывало Вышел и рассказал мне все подробности своих жутких съемок Не боишься такие роли играть? Нет, конечно, это счастье Ну вот все-таки, суверенность есть? Нет, я уже об этом говорил много раз Может быть, кто-то из актеров считает, что там умирает плохая примета Я знаю примету, что в гроб ложится плохая примета А умирать, ну что? Ну, сука, умирает Нет, в гроб я не лягу Это вот однозначно Но, как я выяснил, в новом фильме уложить героя Панина в гроб захотят многие Оказывается, актер на этот раз играет Только вдумайтесь, продюсера-педофила Очень интересно играть такие роли, потому что Хулиганов я играл много, людей с пистолетами я играл много А здесь такой... Такой... Какой? Извращенец Экспериментировать с сексуальностью Панин начал давно и не только в кино Чего только стоят эти легендарные фотографии на природе Но оказалось, даже это не предел для смелых увлечений артиста Ты заявил о своей некой бисексуальности Я всегда об этом говорил, каждый человек по природе себя бисексуален И я заявил, это ученые доказали Что каждый человек, когда рождается, бисексуален Ну, ты о собственной бисексуальности заявил А почему вот все-таки... Что я заявил, меня спросили, я сказал Ты давно таким стал? Нет, я всю жизнь любил мужчин Я всю жизнь ухаживал за мужчинами Ой, ну, б***ь Спутали Я всю жизнь любил женщин Я всю жизнь ухаживал за женщинами Да... Если люди спрашивают, а у вас было что-то? Ну, было Такая откровенность Панина в интимных вопросах Естественно, приносит неплохие результаты Скандальность актера растет и с ней, и рейтинги вместе с размерами гонораров Говорят, один съемочный день Панина обходится продюсерам более чем в 10 тысяч долларов Не поняли, я даже интервью бесплатно не даю Ну, вот с вами это понятно Вот когда звонят, скажут, канал, говорят А можно записать с вами интервью? Говорят, да, можно, 3 тысячи долларов Ну, а результаты свежих кинотрудов Алексея Панина и его роль мерзкого педофила Можно будет оценить в декабре, когда новый фильм под названием «Дело ангела» с его участием выйдет на широкие экраны Эх, актерская жизнь штука непростая Иногда нужно играть вот такие вот скандальные роли И тогда суеверие уходит на второй план, оставляя место настоящему чистому творчеству Прикинь, Лех, только что Панина встретил Снимался в кино только Поехали Вот Снимался Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова